Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 241. Что такое гнев? Чем он отличается от ярости, ненависти? Как гневость не согрешать? Что при этом должно твориться в душе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Гнев вложен в человека для пользы, чтобы не были безучастными к своей жизни и к тому, что творится вокруг. Кавычки открыты. Но если ты воразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. С каким чувством должен говорить о беззакониях другого, обличая его? Иисус гневался на фарисеев и лицемеров, когда жил на земле в нашей плоти. Марка 3.5. И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Святые мужи сказали чрезвычайно много об этом чувстве. Совершенно безвольный человек, безразличный ко всему, может самоустраниться от всех дел, совершая подвиг в тиши и в самоуглублении, не видя того, что вокруг него творится. Но писание нас так не учит. Притча 12.16. У глупого тотчас же выгажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Притча 15.1. Гнев губит и разумных, кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Притча 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Притча 19.19. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Притча 22.24. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Притча 27.4. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Притча 29.11. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Притча 29.22. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Екклесиаст 7.9. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Псалом 4.5. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Ефесянам 4.26. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Иакова 1.20. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Когда нам доступ открыт к Священному Писанию, чтобы познать волю Божию, нам не нужно ничего придумывать. Из прочитанных слов ясно, что гнев – опасное оружие. Так и влечение к женщине может быть оправдан спасением во Христе, деторождением. И напротив того, безудержная страсть губит того и другого. Нужно молиться, и Дух Святой в сердце человека укажет меру гнева и ревность о святом деле. Притча 16.32. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Ярость, ненавость для людей не созданы. Это потеря контроля над собой и над ситуацией. В душе должно представлять себя не только перед лицом Божиим, но вообразить, что ты арестован, и тебя допрашивают несколько костоломов в подвалах НКВД. Так ли будешь себя вести, как дома на кухне? В чеченском плену очень тихо ведут себя герои в милицейской форме. Так, по-дракуловски, ведущие себя с природными гражданами дома.